В этом году красавицы больше не поедут. Нет. Да я знаю. Мало заказов. Я не знаю, Витя копал на Красноярск. Что, много? На Красноярск много копал? Копал много. А, это еще первый рейс тут? А, ну тут я знаю. Ну, всего больше не возили. Так, елки-палки. Какие красавцы пропадают. Ну, в смысле, как пропадают. До весны, наверное, еще заказы будут. Но Сергей кажется, как садовод, может исчезнуть. Он сейчас. Я, может быть, не стал бы эти съемки снимать. Я показываю уникальный сад. Я показываю питомник, плавно переходящий в маточный сад. Вот он. Вот. Жалко угостить бы вас, друзья. Я вчера сам последнюю грушу собирал в память Якулево. Ни одной не осталось. Жалко. Показать эту красоту неиземную. Так. Вот это вот. Я так думаю, как из плохого здесь хорошее. Так как он больше не к тем объемам не вернется. И так заказов мало. Так. Кстати, вот они, видите, правы те, кто говорит, что-то у нас не выросли ничего сеянцы уссурийской груши. Да. Первый год они такие. Я умудрялся их прививать. Ну, не все, а вот которые, видите, чуть-чуть крупнее. Вот такие вот. Я все равно умудрялся прививать. Но это жадности. Денег никогда не хватало. А так, по идее, им надо еще дать второй год расти. А, есть один секрет всему свету. Я о нем узнал сам случайно. Это мои наблюдения. Вот они маленькие-маленькие, удаленькие, да. Видите, только буквально несколько еще можно с трудом привить. Толщина пол карандаша. Вот. Но, что интересно, именно в апреле месяце только сходит снег. Еще нет ни одного листочка. И когда я подходил к своим, это Сергей садил, это было лет 15-20 назад, 10 лет назад я еще был питомниководом. И что я видел? За апрель месяц, за май, но апрель еще бывает и минус и плюс. Вот. Еще до распускания листьев у них штамбики утолщились двое. Чем это объяснить? Наверно, могут расти клетки, могут делиться даже без листьев. И это точно, потому что, поверьте мне, что если мы весной сюда придем, и посмотрим на эти жалкие однолетние сеянцы уссуевской груши, то в мае они будут практически все пригодны к прививкам. Вот так. Один из моих наблюдений, который я объяснить не могу, кроме как делением клеток, но без листьев. Так. Ну вот еще один секрет выдал. Вот это вот, смотрите, привитый абрикос. Вот его никто штамп не делал, никто, никогда это предательство отрезать нижние ветки скелетные. Это предательство глупость, вбитое в головы миллионам садоводов. А он сам, смотрите, штамп получился сам. Вот появились плодовые веточки, и только отсюда пошел нормальный разный скелет. Он фактически будет уничтожен, кроме четырех. Вот видите, прирост, да? Вот здесь будет мною вот столько оставлено, вот столько. Пять-шесть почек, а вот это уже пойдет вам, друзья. Почему? Это самые уникальные мои сорта. Они или сохраняют свои сортовое качество, в том числе и крупность, или даже увеличивают. Вот. Здесь у меня академики Фаина и Королевский. Это моя элита. А, кстати, в элиту начинают ходить серафим. Вот. Я проводил вебинар 11-го числа. Можете проверить. Многие из вас, кто меня смотрит, там уже бывали, видели его в записи или живем. И там есть картинка. Уникальный садовод из Подмосковья, в скобках город Обнинск, рядом. Макаров Алексей Иванович. Значит, прислал мне фотографию своего внука. На ней внук позирует маленький саженец, привитый абрикос. А, например, на абрикосе три очень крупных плода. Я вижу персики. И что вижу, то пою. Персики. Все. Я так и сказал. Посмотрите, какой замечательный крупноплодный персики. Он мне тут приходит ко мне по WhatsApp по сообщению. Я говорю, это абрикос. Это ваш абрикос. Аж серафим. На следующем винаре я включу громкую связь. И люди услышат его голос. Серафим входит в элиту. Вот. Бай входит в элиту. 133 грамма. На весах плод пришел мой. Выращенный с моего черенка. С Калининграда пришел. А в среднем 130. Скромненько объявила, сказала Людмила. Жительница из-под Калининграда. Вот видите, элита увеличивается. Количество сортов, переваливших за 100 грамм увеличится. Таким недавно был Мичурин. Два года назад был шок. Мичурин с 340 граммовый перешел в 100 граммовый рубеж. С чего бы это? А я знаю с чего. У них в генной памяти есть времена, которые застряли в генной памяти. Отложились до лучших времен. До лучших времен. И вот когда я делаю эти лучшие времена. А что за лучшие времена? Это несколько поколений прививок. Осваиваются. Становятся более морозостойкими. И получается с каждым поколением. А у меня по двое всегда одни и те же. Сыновем Минжурского абрикоса. Или самого патриарха. И в результате почувствовал комфорт. Увеличится размер плодов до, называем их, библейских. Вот. Еще раз говорю. На землю плоды попали. Попали. Готовыми. Не плоды. Косточки. Вот. Я уж не буду говорить. Инопланетяне саженцы привезли. А то вы будете крутить у виска. Но на землю плоды. Как кстати. Мы же кто? Одичавшие потомки библейских людей. Да. А то мне все говорят. Нет. Нет. Я все говорю. Ну вот и обезьяны хвост. А у нас нет. Куда хвост делся? Никто ответить не может. Так вот. Мы. Из библейских времен. Сами оборудуем определенными качествами. Вот. Недоступными животными. Животным. И в том числе. Это. Стремление к красоте. Как наши не обнищали. Наши женщины дачницы. Как не обнищали. Ну садят цветы. Садят. А мне все. Вы обезьяны. Вы обезьяны. Вон в зоопарках. Пойдите полюбуйтесь на своих родичей. Вот так вот друзья. Вот. А почему я это говорю? О. Последние ранецкие лежат. Уже лень собрать. Вот. А почему я это говорю? Кстати. Северный Синап еще есть. Но это на этих деревьях. На маточных. Они здесь в густоте растут. Поэтому такие мелкие. Для этого их даже не видно было. Вот. Вот что-то упало. Ну я отвлекаюсь постоянно. Отвлекаюсь. Вот. Я сходу не соображу. Я сходу не соображу. Я сходу не соображу. Так. Не буду отвлекаться. Моя тема. А нет. Вот же. Бирка есть. Сейчас скажу. Что это тут упало. Мне любопытно стало. А. Пипин шафранный. Вообще на пипин не похоже. Это да? Она скатилась. Тут уклон с этого дерева. Смотрим. Ага. Синап северный. Да. Вот. Синап северный. Теперь я согласен. Вот он. Синап северный. Имеет бочкообразную форму. Окраску он не заработал в этом году. Была очень холодная весна и половина лета. Поэтому не окрасился. Так вот. О чем это я? О чем это я? Как говорил персонаж покойного юмориста Евдокимова. Что я тут с вами лясу точу. Так вот. Сейчас получается так. Библейский, библейский. Да. Вот эти вот качества библейских деревьев. Мы. Качество подчеркиваю. Библейских деревьев. Библейских сортов. Огромных вкусов сладких. Мы к ним приближаемся. Так. С помощью прививок. И переноса. С поколения на поколение. При определенных условиях. То что и называется. Насыщение ментору по Мичурину. И наслоение. То есть несколько поколений. По железову. Все это в сумме. Дает вот эти чудеса. Абрикоса. Итак. Если говорить про абрикосы. Элита. Пополнилась. Жалко. Показать вам нечего. Я так хорошо собирал. Жалко было. Пропадет. Я шкафов. Вот. Элита пополнилась. Несколькими сортами. Только абрикоса. Груши сладкие. Так не потеряли вкус. Вот. Так. Вот. Последний висит. Розмарин. Видите. Потому и сохранился. Что спрятался. Ага. Ну и пусть висит. Может последний. Запоздалый покупатель. Почему Сергей завязал с этим. На. Скажем так. На три четверти. Кто сейчас. А. Еще впереди зима. Заказ он будет принимать. Вот это все. Еще надо будет. Часть из этого надо будет продать. Не вот эти пероски. Которые останутся в качестве нашего сада. Видите. Серенки будем срезать с них. Вот. 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 Розмарин. Смотрите какие серенки. На продажу. И на прививку. Но. Если раньше Сергей. От 500 до 1000. Яблонь. Из лесу привозил. С тайги. Привал. Получал. Вот такие саженцы. Вот. Продавал. В прошлом году. Снизился. Снижал цену с 1200 до 600. Только потому что. И уже никому не надо. У людей еще другие заботы. Как выжить. Недосада. То. Сейчас. Он привез 150 штук. То есть четверо меньше. Чем когда питомник просветал. Вот. Смотрите. Видели. Вот так садится осенью. Смотрите. Внимание. Садится осенью. Вот так садится осенью. Сейчас. Сдуру делали. Вот так. Вот. Человек пооблучает. Вот такой саженец. Какой я сейчас покажу. Ну. Вот такой обычно. Старается продавать двухлетки. Вот видите. Он выше меня ростом. Вот он. Вот. Такая двухлетка. И его так целиком и садят. Вот. Если я сажаю сам себе. То. Вот здесь начинается развилка. И здесь я оставляю не более пяти почек. Остальное отрезаю. Вот. И тогда еще он может выжить. Может. А может все. И тоже будет мерзнуть. Впереди зима. А вот эти. Никогда. За всю жизнь. Вот это. Подвойные. Видите. Сибирки подвойные. Вот они. Близний план. Показываю. Вот. За всю жизнь не погибла ни одна. Это невозможно. Но. Все равно обрезка капитальная. Листья не потеряли. Уже. И. Не смотрите на эти листья. Рядом. Абрикосовый сад. Маточный. Кстати. Уже не маточный. Вот эти деревья. Перешли в разряд. Уже. Как это. Ну. Которые производства. Косточек для вас. Так. И. Затем. Уже. На пенсию. А пенсионеры. Постепенно. Приходится. Выпиливать. Вон. Видите. Куча. Веток. Вон. На дальнем плане. Вот. Это мы выпилили десяток. Огромных. Абрикосовых деревьев. И порезали на части. Вот. Вот. Что вам еще сказать. Хорошего мало. Грустю. В понедельник и Сергей выходит в работу крановщиком. Вот вам и выдающийся садовод. Человек, который мог прославить всю Россию перед всем миром. Под моим чутким руководством. У нас сложилась триумират. Такая сладкая парочка. Елена Савинич. Она же аспирант. Она же обладает своими качествами. Ей уже как бы ученому и будущему. Скоро у нее защита диссертация. Значит, когда она будет подписываться кандидат в сельхознаук. Наверное, это будет звучать круто. Сергей как практик. И он же агроном. Имеет диплом агронома. У него средне техническое образование. Так это называется. Вот. Кажется. Тогда получается. Плюс вот все это уникальное. Что в саду. Оно могло бы переехать в Тимирязевскую академию. Если бы вы видели какое дерьмо. Натуральное дерьмо. Я показывал на вебинаре. Продемонстрирую. Это пришла ли в одном случае. Якобы. Человек, продающий саженцы дерьмовые. Моему другу. Как он еще решился. Не буду фамилию называть. Ни продавца, ни покупателя. Как он решился купить эту дерьмо. Он демонстрировал мне, а я на вебинаре. Невероятнейшее. Изувеченное, жалкое существо. Которое надо сразу в костер. Даже попыткой не делать. В одном случае. И в другом случае. Это были саженцы. За ними запретили приезжать. Сами привезем. Привезли. А потом уже поздно отказываться от этого. И тоже такое же дерьмо. Я уже других слов не подбираю. Я не могу сказать плохой саженцы. Хороший. Уже другого слова нет. И ведь это... Ой. А тот кто может это делать. Например, Сергей Железов. Тот сейчас канавщиком будет работать. Здоровье гробить. Там под крышей этого самого цеха вонючего электролизных ванных. Дышит. Так хорошо дышит. Вот. Второй такой же пример. Этот. Рыкалин Александр Петрович. Уникальнейший садовод. Лучший. Не уступающий этим южным. Виноградник. И еще много чего. Вот. Садовод. Куда без него. Ну как без него. Ведь представляете. Если вражеские агенты попадут в этот самый. Попадут и ночью вскроют. В поселке Шушинском вскроют военкомат. А там же секретнейшие списки. Там же призывники. Вот. Караулит. Зарабатывает на жизнь. Не своим умом. Не своим талантом. Вот. А тем что по ночам не спит. Ходит вокруг военкомата. Вот это наша действительность. Это наша действительность. А годы идут. Годы идут. Вот. Горько про все это говорить. Но это навеяно тем что Сергей выходит на работу. А то что вы сейчас подходили. Видели саженцы? Видели? Я уж не стал там акцент делать. Ну то есть подробнее разбирать. Они уже запакованы на рассылку. Я просто жалко, что больше даже этого не будет. Сейчас еще саженцы расходятся как? Посмотрите. Ну у меня еще осталось. Ага. Восемь минут. Посмотрите сюда. Кстати. Вот эта самая куча. Где мы выпилили. Самые лучшие. Ну. 30-летние абрикосы. Видите. Уже нельзя гуще. Мешают друг другу. Вот этот вот. Жердель. Могучий. Мощный. Он задавил. Вот эту грушу. Великолепная груша. Но он ее задавил. Она не плодоносит. Вот она. Видите. Все. Когда рассаживал. Казал всем места хватит. Но как получилось. Кстати. Показывать пни. Горько. Ведь было в два раза гуще. Пока вот это мы не сделали. Вот. Специально друга. Который всю жизнь работал. Лесорубом. Вот такие вот дерева мощные. Вырезали. Проредили называется. Так вот. Вон пень. Видите. Это холм. Все что осталось. Отсаживаться. От дерева. Вот этого задавили. Перспективный был абрикос. Представляете. Манжурец. Плоды до 40 грамм. Не может быть. Но. Соседи задавили. Ну что ты поделаешь. Нет у нас земли. Нету. Миллионный гектар. Брошенный. Зарастает. Сосной. Я бы вам. Кто бы приехал. Комиссия показал бы. Вот. Пробовали взять землю. Вот. Вот вам. Вот вам. Вот вам. Не нужна нам. У нас все завалены эти. Рынки и прилавки импортной продукции. А мы у них все что переняли. Это то же самое. Калечить. И до 40 опрыскиваний. А вот это вот. Яркий пример. Смотрите. Придет его когда-то пора. Но он молодой. Я вот 2000. Чернок придет в 2001 году. Сейчас 21. 20 лет ему исполнилось. И вот кто бы подумал. Вот это вот. Да. Смотрите. Смотрите внимательно. Вот. Это Артем. А вот это вот. Королевский. А вот там дальше. Фаина. Пусть они такие завеченные. Это судьба такая. Потому что. Ветки беру. Беру. Режу. 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 Калечу деревья. Калечу. Вот опять буду резать. Вот эти. Итак. Смотрите внимательно. Еще раз. По несколько минут. Еще раз расскажу. Там попробовали Фаину. Попробовали Королевский. Так. Вот тут мы проходим мимо Жердели. Он привит на Маньчжуриц. Дикарь на дикаря. Ну какой он дикарь хрен. Когда она на Украине сласе меда. Ну так получилось. Ну не привитая. Ну они все равно там сладко. Там солнца хватает. Все. Здесь она получилась у меня с кислинкой. И идем. И идем. Было конец июля. Начало августа. Продажи Саренцева еще не было. Едут мимо. Кто в Шару. Кто в Шары. Константинович. Мы крюк сделали 300 километров. Ну покажи нам сад. А что показывать то. Вот. Угощать только абрикосы. Больше ничего не было. Ну волочная вишня была. Вот тут и идем. От этого. Попробовали Фаину. Попробовали. Какой самый сладкий. Конечно королевский. Вот он. Попробовали. Ладно. Идем тут. Здесь ковром лежали. Мелкие. 15 граммовые. Урожай был сумасшедший. А это был не рекордный год. Рекордный год дал 21 ведро. Или 23. Уже путцами сегодня. 23. Да. Рекордный год. А здесь было ну может быть четверг 15. И все равно была усеяна толстым-толстым слоем плодов. Три ряда. Проходим. Кто-то наклоняется. Можно попробовать. Ради бога. Кислятину. У меня повышенная кислотность. Поэтому я так назвал. Человек попробовал. Ой какая вкуснота. А можно? Да можно. Они уже наполовину гнилые. Да собирайте. Да собирайте. Я тогда вообще косточки даже не собирал всех. Плоды не собирал. И вот две машины. 10 человек. И еще один авторитет. Мой друг. И еще просто почти случайный человек. Вместе со мной 13. Получилось. Стоим вот здесь вот. Они едят, едят, едят. Я говорю. Да успокойтесь вы. И это самое. Я же вас только сейчас королевским угощал. Фаины угощал. Это вкуснее. Как вкуснее. Фух. Я говорю. Давайте голосовать. 12 рук подняли за вот эту вот. Которую я назвал кислятиной. Они не сказали слаще. Нет. Они сказали вкуснее. С тех пор я это дерево. Вот. Кланяюсь его. Кланяюсь. Кланяюсь. Ну надо же. Вот повезло. На Украине обманули. Я просил черенки только крупноплодных. А когда это понял. Первый урожай. Ну все. Кинули. Я это жерделю знаком с детства. И что вы думаете. Сейчас для меня это уникальное дерево. За все годы ни одна веточка не отсохла. Но тут еще один момент. Я умудрился с нее ни одной ветки не взять на прививку. То что вы видите вот это обрезано. Да. Вот. Вот. У меня нервы не выдержали. А это учеба друзья. Ну-ка время осталось. О. Осталось две минуты. С половиной. Что я начал делать. Чтобы мне отрезать. Чтобы выросли черенки на прививку. Что я сделал. Я вот тут отрезал. Потому что трясут меня. После того как я этот рассказ рассказал. Вот смотрите. Видите. А. Пожалуйста. Мне пришлось сделать частичную ампутацию. Только ради вот этих черенков. Вот видите. А куда деваться. Вот так вот. Еще есть одно качество. Ненавистное этими. Ой. Жалко времени нет. Это. Письмо пришло. Там один из моих учеников назвал их лесорубами. Они заставляют вас отрезать заподлицо вот эти ветки. А я оставляю черенки. Ой. Эти. Суча. Почему. Это лучше. А когда заподлицо режет. Прививка на кольцо. Это смертельно. А это не смертельно. Вот. А почему отрезал еще. Да. Нижние ветки отсыхают. Их поэтому требуют. Чтобы их заранее. Это. Уничтожили. Оставили раны. Я говорю нет. Да кстати. Видите. Морозовой. А куда деваться. Это. Это в Херсонской области приехало. Так. И все равно. Прививка на манджурцы. Мощное дерево. Так. Посажено было. На невысокий холм. Смотрите внимательно. Она сама себе холм выкопала. Отсюда плохо видно. Но здесь мощный холм. Хорошо видно летом. Когда нет лесу. Ну и последнее. Умоляю. 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 Ненавижу тех кто это. Не имеет ничего понятия о природе. Вот. Я не знаю. Дай ему еще волю. Они же знаете что сделают. Они лесников заставят. В лесу. В лесу выгребать. Вот. Но почему-то до этого руки не доходят. А в садах. Заставляет. Самое ценное. Вот это и есть плодородие дерева. Вот оно. Не смейте. Не трогайте. Как только вам скажут. Тут зимуют. Вредные насекомые. Вы спросите. А где полезные зимуют. И откуда у меня вредные насекомые. Почему у меня. Даже сейчас. Посмотрите. Внимание. Я не выбирал. Посмотрите. Посмотрите. Они скоро упадут. Посмотрите. Видели. Что вам надо. Какие хрен болезни. Что вы выдумали. И опять начинаю волноваться. Я сгорать начну на этих. Придурков которые учат вас это. Что делать нечего. Ну тут всего там. Сколько соток. Ну неужели я должен сейчас. День два три. Горбатиться. Выгребать. Сжигать. Самое ценное. Вот это вот. Что есть в природе. Вот это вот. Самое ценное. Тьфу. На этой высокой ноте. Я заканчиваю разговор. Вот. До свидания друзья. Надеюсь вы такие глупости делать не будете. Приучайте к моим фильмам. Всех. Всех друзей. Родственников. Ведь нас так мало. Ведь заполонили этот интернет. Заполонили этот. Заполонили этот. Яндекс. Как заполонили. Каждый день. Осень. Уничтает. Это. Режьте. 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 Купите мазь. Подлецы. Предатели. Нет им конца. Только ради заработка обрекают миллионы наивных садоводов. Великолепных специалистов. Кажут в своей профессии. Но как садоводов наивных. Не сверите больше это. Не верьте никому. Приучайте наших друзей к новому садоводству. До свидания. Железов остается на связи.